здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте jumla сенсей урок номер 124 мы продолжаем с вами изучать компонент комьюнити билдер и в этом уроке мы поговорим с вами о взаимодействии с пользователями как добавить друзья то есть по-другому это связи и как можно вести переписку с пользователями которые добавили вас друзья то есть как это здесь устроено мы с вами заходим авторизуемся к себе на аккаунт у нас есть страница участники здесь будут все зарегистрированы ваши пользователи и например с каким-то пользователем вы хотите наладить общение то есть например это будет вот этот вот верхний тестовый пользователей федор 5 если мы зайдем к нему в профиль когда мы зашли в профиль какого-то пользователя мы можем в принципе отправить ему сообщение то есть не обязательно быть добавлен в друзья да можно пожаловаться у пользователя или заблокировать профиль это уже администратор могут делать то есть я зашел как администратор я могу заблокировать в подсказке написано до заблокированный профиль будет невидим для других пользователей а дальше связи управления связями запросить связь управление связями сейчас ни одного пользователя не связан с вами но эту вкладку еще посмотрим как она выглядит давайте пока не будем отправлять сообщение давайте начнем со связи здесь наверху у нас есть большое такое синее всплывающее сообщение и кнопка запросить связь мы нажимаем связь ожидает принятия или одобрения то есть нам сейчас нужно зайти вот под этим пользователем и посмотреть как это будет выглядеть со стороны данного пользователя его аккаунт когда к нему кто-то стучится в друзья давайте нажмем выход зайдем под пользователем федор 5 зайдем свой аккаунт здесь мы можем зайти управление связями видим что человек какой-то просится мы можем принять или отклонить а также это у нас выглядит вот здесь я это не менял здесь можно сразу нажать принять то есть выглядит немножко по-другому давайте нажмем принять нажимаем обновить здесь у нас написано действие связи связи успешно вот здесь вот типы надо нам поменять на русский то есть это friends друзья family семья или можно задать свои какие-то критерии то есть и мы определяем данного человека в группу давайте зайдем в админку в админке в коменте builder мы заходим в конфигурацию переходим на вкладку связи и вот внизу категория связи мы можем прямо здесь выделив переименовать писать друзья там семья ну и любые ваши категории то есть новые строки по названию нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу нас здесь меняется на наши категории выбираем друг можем написать какой-то комментарий и нажимаем обновить ваши связи были успешно обновлены теперь мы заходим в свой профиль управление связями то есть мы можем зайти и в любой момент сменить категорию на данного пользователя потом у нас вот в этой кнопке связи ее конечно будет удобно вывести вот сюда да как выводить менять местами кнопки я вам уже показывал то есть здесь связи будут все ваши добавленные люди то есть мы можем кликнуть прямо по аватарке и перейти к данному пользователю также мы можем прямо отсюда написать человеку этому сообщение при наведении кстати показана подробная статистика когда произошла связь тип друзья комментарии все круто да здесь вот есть маленькая такая иконочка письма отправить письмо литонной почты можем кликнуть и отправить этому человеку письмо письмо тема ну я просто произвольный текст пишу нажимаем отправить ваше письмо был успешно отправлен в данном случае письмо должно было прийти на email оно не пришло иногда бывает письма не доходит сейчас попробуем отправить письмо со стороны администратора у меня точно придет потому что мой mail привязан к домину конечно же это бред у пользователей мл может быть разный и они не могут привязаны к домину и вообще у нас сейчас двадцать первый век на дворе и это сообщение отправки на email а это уже у нас конечно не актуально сейчас нам нужно что-то вроде переписки вроде чата да потому что мы когда переписываемся в социальной сети например в контакте у нас не приходит уведомленный mail мы можем спокойно переписываться есть такой компонент отдаем называется он мы его разберем чуть позже он интегрируется с комминти билдер и там можно вести внутреннюю переписку вот но все равно с этими вот возможности я должен был у вас ознакомить я авторизовался как администратор захожу перехожу управление связями и этот человек который меня ну теперь мы с ним друзья да то есть я тоже могу направить ему категорию тип оставить комментарий нажать обновить и также прямо отсюда я могу ему что-то написать привет привет нажимаю отправить то есть если я как администратор отправляю письма то письма доходит давайте посмотрим ящик вот письмо пришло заходим и вот это сообщение привет в заголовке письма здесь есть такое слово social я вам покажу где это написано переходим система общие настройки переходим сервер прокручиваем ниже отправить и письма здесь может любое ваше будет название но подставляется к заголовку в письме давайте посмотрим как будет выглядеть если у нас уже несколько друзей нажмем участник например тест 2 зайдем запросить связь мы можем кстати и отменить запрос если это необходимо у нас кнопка меняется на отменить связь нажму выход зайду в тест 2 зайду в профиль связи принять нажму выход и зайду обратно как администратор зайду в профиль управление связями есть вот вы видите второй человек нажму например он коллега обновить зайду в профиль и здесь также можем наблюдать наших друзей также мы можем вывести вот в этот модуль авторизации некие ссылки согласитесь неудобно просматривать в профиле связи можем не обратить внимание что нам кто-то стучится да и будет это видно если мы бы вывели например вот сюда в профиле какие-то ссылки оповещающие нас о том что у нас есть новые там сообщения новые связи но сообщение не выведем потому что нам нужен компонента даем мы его рассмотрим еще позже давайте перейдем расширение менеджер модулей найдем с в логин тут вообще много какие настройки имеются нам нужно перейти вот на эту вкладку логаут options здесь в принципе можете попереводить если английский не знаете и прочитать что за опции что они значат но некоторые я вам расскажу например профиль link текст то есть если вам будет удобно переходить в профиль можно вывести некие ссылки под своим по своего тарка конечно же это будете видеть только вы то есть пользователи эти ссылки видеть не будут то есть профиль link текст то есть мы можем просто написать профиль то есть это наш профиль и профиль link icon то есть показать иконку профиля можем показать показать то есть шоу если просто текст без иконки то здесь оставляем height нажму сохранить обновляюсь и появляется видите ссылочка с иконочкой профиль если это удобно то есть по клику это уже у нас ссылка на наш профиль точно так же ниже профиль edit link то есть это редактирование нашего профиля если нам так удобно можем написать здесь редактировать там наш ну как-то сокращенно написать и поставить например тоже иконочку здесь и появится еще одна ссылка приводит месседж то есть личное сообщение у нас это не будет работать потому что нам нужен компонент а вот ниже здесь мы выбираем последний пункт показать дальше connection вот этот icon шоу показать и принципе наверное все нажмем сохранить обновимся вот нас появляется ссылка у вас нет никаких новых запросов на связи то есть это очень удобно мы сразу можем видеть здесь будет появляться 123 сообщения если кто-то к нам добавляется да например давайте зайду в участники вот есть тестовый пользователь я к нему хочу добавиться до запрос на связь нажму выход и зайду к этому тестовому пользователю тест 4 вот как это выглядит наглядно у вас имеется запрос на связи число 1 то есть вот так будет сразу вам видно сколько народу пытается к вам добавиться прям по ссылке этой кликаем и прямо здесь мы либо отклоняем либо принимаем дружбу и сразу же назначаем категорию вот такой вот у нас сегодня получается урок если для вас информация была полезна поддержите меня пожалуйста лайком и поставьте палец вверх если вы хотите не пропустить новые крутые видосы подпишитесь на канал а на этом я с вами прощаюсь и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь и и и